Доброе утро! У нас сегодня очень творческий утренний кофе в студии Балтик Плюс. Представлю наших гостей с удовольствием. Дмитрий Булатов, куратор Балтийского филиала Пушкинского музея, и Сергей Михайлов, начальник художественного отдела этого Балтийского филиала. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новой выставке в вашем арт-пространстве, если можно это так назвать. Расскажите, что нового, что за выставка? Сложно рассказать о выставке тем, кто ее не видел. Как бывает, сложно объяснить и тем, кто ее видел, с другой стороны. Дело в том, что это выставка современного искусства. Современное искусство – это то, чем занимается наш филиал на протяжении 25 лет. И это выставка, сделанная нашими современниками, о наших же современниках. То есть это современное искусство, которое рассказывает о состоянии современного человека. Ну вот название такое пульсирующее, многоточие, интригующее. Интригующее, да. Ну как вы думаете, что это может значить? Ну вот не знаю, мы за эфиром с Женей успели обсудить. Мне вот интересно, это более как картина выставка, или это каких-то скульптур, или что-то вот... Или это три точки, которые пульсируют? Да, Лета. Точек больше, они все действительно пульсируют. Ну их, по крайней мере, восемь. У нас восемь произведений представлено в этой выставке. И это не картины в традиционном понимании, это скорее инсталляции. Каждая в своей технике. Есть видеоинсталляции, есть мультимедийные инсталляции, есть саунд инсталляции, есть ленд-арт инсталляции. А вот можно для таких, кто не разбирается, ленд-инсталляции, что это, как это, с чем вы видите? Ленд-арт инсталляция, это произведение современного искусства, которое работает с землей, да, грубо говоря. Ленд-арт это земельное, если переводить на современный русский язык, земельное искусство. То есть это что там, какой-то цветок? Это почти цветок, да. Это скорее злак, колосняк песчаный, который растет у нас на дюнах. Он высажен на клумбе рядом с нашим филиалом, и эта работа называется «Выживание». Она о том, как растения помогают выживать, и помогали, и помогают выживать человеку. А вот как в целом, все же начинается с идеи, как пришла идея создать такую выставку? Почему именно в таком формате? Идея создать именно такую выставку появилась у нас где-нибудь в марте, в апреле. Мы думали о том, как мы откроем новое выставочное пространство. Мы переехали в него в декабре, начали думать об этом раньше. И то состояние, в котором мы придумывали эту выставку, отразилось на ее содержании и на общей тональности, скажем так. Поскольку, ну скажем так, время было невеселым, время было мрачным. Не сказать, что оно сейчас веселее или светлее, но желание какого-то просвета, может быть, надежды определило нас в выборе именно этих произведений. Мы хотели, чтобы была какая-то более твердая почва под ногами, более светлый, что ли, какой-то оттенок существования. И каждая из этих работ, которые представлены на выставке, и светится, и звучит, хотя каждая ведет к своему впечатлению. Но, в общем, да, да, наверное, это идея света, идея надежды. А кто вот авторы данных работ? Это наши калининградские или это вообще по всей России? Это, можно сказать, общероссийская выставка. То есть география простирается от Новосибирска до Калининграда через Санкт-Петербург и Москву. Это наши современники. Калининградцы там тоже представлены. И это работы последних лет. Некоторые были сделаны специально для нашей выставки. Некоторые впервые на нашей выставке представлены. То есть это, по-своему, уникальный проект. И именно в таком виде, я думаю, что он может просто нигде больше не быть показан. Вы в начале нашей беседы сказали, что, возможно, даже вопросы останутся у тех, кто видел эту выставку. Как вы думаете, вот должны ли после выставки оставаться какие-то вопросы? Да, я бы наоборот обострил это с тем, чтобы именно после выставки оставались вопросы. Дело в том, что настоящее искусство, по-моему, не отвечает на вопросы. Оно их ставит. И если вы увидите каждую из работ на нашей выставке, у вас, я думаю, возникнут вопросы. Прежде всего, почему это так? О чем это? Мы, конечно, даем краткие аннотации каждой работе, общее описание выставки. Но это не значит, что мы ограничиваем смысл этих работ или этой выставки только этим. То есть я думаю, что каждый должен быть настроен на то, чтобы понять по-своему все. Вы сказали, что идея вам пришла в марте-апреле прошлого года. Как долго в целом выставка создавалась? Ну вот с тех пор и создавалась. То есть нужно было понять, что мы хотим сделать и каким образом. Любопытно, что мы пришли к такому выводу, что нам необходим, ну не то, что нам необходим, нам понадобился и сыграл свою большую роль так называемый эпиграф к выставке. Это работа не современного художника, это работа художника-романтика немецкого Каспара Давида Фридриха, который называется «Двое мужчин на берегу моря». Это работа из собрания Пушкинского музея. И вот она своим ощущением такой неопределенности, оцепенения какого-то, да, вот она нам пришла, пришлась, в общем, к этой выставке. И именно оттуда, или именно она начала собирать вот по ощущению, по настроению, по тональности все остальные работы вокруг в экспозиции. Эту картину в Калининград-то не привозили? Или она сейчас здесь находится? К сожалению, нет, к сожалению, нет, наши условия не позволяют ее привести, но мы поступили хитрым образом. Мы сняли эту работу на видео и мы демонстрируем ее на экране, сопровождая короткой лекцией заместителя директора Пушкинского музея Ильи Доронченкова, искусствоведа. Он рассказывает вкратце о ней, но вскоре, а именно, если я не ошибаюсь, 16 февраля, он будет здесь сам, и он прочтет лекцию в нашем филиале о творчестве Каспара Давида Фридриха. А мне вот такой вопрос, а какая вам из данных инсталляций нравится больше всего? Можете отметить самую, которая ваша любимая? Или прям все нравятся? Трудный вопрос, трудный вопрос. Ну вот я правильно понимаю, перед нами они сейчас лежат представленные, да? Притки, да, с каждой из этих работ. Это вы мне в помощь, да, чтобы я посмотрел и решил. Да, да, да. Ну вот даже комета, которая недавно пролетала с зеленым хвостом. Нет, это не та комета. Хотя вот видите, как получается. Мы выставили эту работу у нас, и тут комета прилетела. В общем, все складывается. Это работа группы московской «Синий суп», и ее можно назвать центральной в нашей выставке. Она называется «Аврора», в которой вот некое космическое тело летит, горит совершенно бесконечно. Ну вот на первый взгляд кажется, что они абсолютно самостоятельны, эти все картинки. Но что их объединяет, по вашему мнению? Потому что вот здесь и девушка, и комета, и молодые люди. Все это очень хорошее искусство, прежде всего. И все оно так или иначе рассказывает о состоянии современного человека. То, о чем я начинал говорить, да? О трагичности его существования, о неопределенности этого существования, о попытке осмыслить вообще современность. Я напоминаю, что в студии «Балтик Плюс» сегодня Дмитрий Булатов, куратор Балтийского филиала Пушкинского музея, и Сергей Михайлов, начальник художественного отдела. Сегодня говорим о творчестве, о выставке «Пульсирующие многоточия». В первой части мы подробно про эту выставку поговорили. Теперь хочется поговорить про саунд-поэзию, которая также представлена в рамках этой выставки. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое саунд-поэзия. Ну да, в рамках этой выставки есть небольшой раздел, который называется «Кабинет графического звука». И он как раз посвящен различным экспериментальным формам современной поэзии. Мы привыкли, что, например, когда мы читаем текст, его написанная часть равна озвученной части. Но это наша общая договоренность, да? На самом деле все гораздо более многообразнее. И мы знаем, что есть некоторые фонетические части, можно издать некоторые звуки, которые на письме с трудом передадутся. Или, наоборот, графически нарисовать нечто, что с трудом подвержено озвучанию, да? И вот как раз этот раздел «Кабинет графического звука» уделяет внимание непроизносимостям. Разного рода непроизносимостям, либо неначертанностям. И в свое время в филиале мы лет 20 назад издали антологию международной саунд-поэзии «Мира» – это книжка с четырьмя компакт-дисками. Она была переведена на несколько языков и издавалась в странных странах, типа Мексики, либо в нашей любимой Германии. И по мере выпуска и подготовки этой антологии, я как куратор, занимающийся этим направлением, я просто собрал коллекцию, которую мы решили представить в частности в рамках этого «Кабинета графического звука». То есть там некий набор странностей, неконвенциональные партитуры, какие-то акции поэтов, которые выражаются только и однозначно в звуке, да? Или, допустим, в прочтении стихов. А вот есть какой-то пример? Потому что, когда вы говорите «непроизносимость», у меня перед глазами встает, например, мягкий знак или твердый знак, который можно написать, но произнести нельзя. Ну, в частности, например, когда мы говорим слово «партитура», мы подразумеваем, что есть некий нотный стан, на нем прыгают какие-то нотки, и все это, в принципе, может быть озвучено. Но это, опять же, наша договоренность, некая условность, на которую мы пошли, чтобы понимать друг друга. Но ведь можно эту партитуру представить совершенно по-другому. Этот нотный стан, он может поехать, стать волнами. Все там ноты, допустим, они могут посыпаться и образовать какую-то муравьиную кучу. И все это довольно сложно будет озвучить, но зато любопытно будет на нее взглянуть. В частности, вот, пользуясь случаем, мы можем пригласить наших гостей. Да, давайте. Вот завтра как раз в 19.00 у нас в новом помещении, которое, кстати, располагается, мы так и не произнесли, это магическое слово, проспект Победы, дом 5. Да. Это прямо за... Дом 5А. Дом 5А. Прямо за домом художника, следующее здание, там располагается наше пространство. Так вот, в этом пространстве я прочту лекцию, которая называется «По ту сторону звука», да, об истоках экспериментального звука, саунд-поэзии, саунд-арта, который зарождался в России и развивался в России на протяжении последних 100 лет. То есть речь пойдет, с одной стороны, о творчестве таких фонетических поэтов начала 20-го века, в туристах, в гадаистах, потом, например, о практиках, о музыкаливании городской среды. Я буду рассказывать об Арсении Аврамове, таком гениальном акционисте, который, в частности, придумал, например, симфонию гудков. Это когда город становится стрит-артистским произведением. В пробке, да, обычно? Не только. Звуки пароходов, я не знаю, заводов, стрельба из пушек и пулеметов, все это дирижируется, и все это пространство начинает исполнять какую-нибудь мелодию. Например, Марсельезу. Вот так случилось в 1922 году в Москве, например. Весь город стал пространством симфонии. Или еще я буду рассказывать о практике так называемых шумовых оркестров. Вы, наверное, не знаете это. Не знаю. А это ваши ближайшие братья и сестры. В 20-х годах в России собирались так называемые шумовые оркестры, которые шумели на всем. Потом, как правило, это были, ну, например, это могли бы быть профсоюзные оркестры. Например, у нас есть завод металлоконструкций. Так вот, работники этих металлоконструкций в свободное от работы время звучат на этих разных марках железа, например. Да, и тоже исполняют какой-нибудь, ну, условно революционный гимн. А потом, и такой проект действительно был, потом все профсоюзные оркестры объединяются. Кто-то играет. Кто-то из завода металлообработки. Кто-то дерево и лесной промышленности и тому подобное. И образуется огромный оркестр ВЦСПС профсоюзный, который играет на разных марках всего чего угодно. И тогда как раз это была целая программа в России играть и шуметь на всем, чем угодно. Ну, то есть это про то, что мелодия может возникнуть там, где ее совсем не ждешь. Да. И, например, один из очень показательных примеров, это лев термен, да, и так и известный термен вокс. Да, это уже инструментальное изобретение, тоже начало 20 века. И он даже, термен показывал термен вокс Ленину. Это уже физика плюс экспериментальный звук, когда звук извлекается движением руки. То есть не просто там по клавишам или по струнам, а просто вокруг антенны. Вы наверняка слышали, как термен вокс звучит. Например, фильм «Сталкер», да, там есть звучание термен вокса. Это 70-е годы, они прошли под озвучанием термен вокса в очень многих фильмах. Но сам термен вокс был изобретен в 1918 году. То есть это практики альтернативного порождения звука. Очень разные. От технологических до буквально фонетических и шумовых. А вот вы сегодняшним днем какую-то параллель проводите. Вы сегодня в современной музыке слышите вот эти отголоски экспериментального звука с тех лет? Да, разумеется, вся электронная музыка, она вышла как раз из каких-то очень странных, например, оптических синтезаторов. Мало кто знает, что оптические синтезаторы были изобретены в России в 20-30-х годах. Оптические музыкальные синтезаторы, да. И порождение звука происходило вообще без автора. То есть там очень хитрое такое устройство, напоминающее кинофотоаппарат. Музыка снималась на кинофотоаппарат. Появлялись вот эти звуковые дорожки, которые впоследствии при показе уже кинопроектора получалась музыка. И таким образом впервые в России, а может быть и в мире, был тематизирован вопрос, возможно ли музыка без композитора и без исполнителя вообще. То есть, по сути дела, вот сегодня мы говорим о каких-то нейронных сетях, которые могут исполнять музыку. Но немногие знают, что разговоры об автоматическом композиторе велись с самого начала 20-го века в России. То есть, очень странные параллели можно совершенно спокойно провести в наш сегодняшний день и увидеть, как зарождались вот эти мысли об автоматизированном звуке, о том, чтобы бедный исполнитель не тратил свою физическую энергию, чтобы пилить смечком струны, да, или там пианист, чтобы не долбал бесконечно клавиши, а думал о музыке. И Термен как раз в частности сделал это возможным, потому что там просто за счет пассов и физических принципов происходит порождение музыки. Ну теперь точно хочется пойти на выставку и все это услышать своими ушами, как говорится, да, видеть своими глазами. Мне так вот интересно, это как оно происходит? Вы заходите в какую-то комнату, и музыка играет или нужно надеть наушники специальные? Вот как это все? Это мультимедийная инсталляция, там есть несколько таких планшетов, и всю антологию мы выложили в сеть. Там понятно, что кликая можно и прослушать через наушники, у нас есть даже и стационарный компьютер для исследователя, потому что у нас выложены не только звуки, но и тексты исследовательские, и в частности там еще и витрины с какими-то книгами-пластинками, потому что вся история экспериментального звука проходит через весь 20-й век. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Давайте, может быть, еще раз пригласите всех на свою выставку, которая проходит до 19 марта. Да, выставка, пульсирующая многоточие, происходит в Балтийском филиале Пушкинского музея, который располагается в новом пространстве. И это новое пространство на улице Проспект Победы, 5А. Да, и там же, и завтра в 19.00 будет лекция по ту сторону звука. Приходите и заодно посмотрите выставку. Ну что, идем? Конечно, прямо сейчас. В студии Балтик Плюс сегодня были Дмитрий Булатов, куратор Балтийского филиала Пушкинского музея и Сергей Михайлов, начальник художественного отдела.